В настоящее время на нашей планете обитает более полутора миллионов видов животных. Среди них есть мирные растительноядные, есть и опасные хищники. Но если мы захотим представить себе самое свирепое животное на Земле, самого ужасного хищника, то, наверное, перед нашим обликом предстанет акула. Особенно после фильма «Челюсти» нет сомнений, что на Земле не существует более кровожадного животного. Но так ли это на самом деле? И правда ли, что акулы появились ещё до динозавров и за сотни миллионов лет почти не изменились? Разберёмся! Приветствую всех почитателей акул! Сегодня мы продолжаем рассказ о древних рыбах. И снова мы оказались около картины Ватагина, посвящённой Девонскому периоду. Ну, не случайно, ведь Девонский период называют веком рыб. И, как мы уже знаем, здесь обитали самые разные рыбы, некоторые из которых вымерли, другие изменились до неузнаваемости. Но есть одна рыба, которая выглядит практически так же, как и в наши дни. Она легко узнаваема. Это, конечно же, акула. Получается, что за последние 400 миллионов лет акулы практически не изменились. Это обозначает, что они идеально приспособлены для своего образа жизни. Для того, чтобы выяснить, что позволяет акуле столько лет оставаться на плаву, нам стоит поближе познакомиться с современной акулой. Итак, рассмотрим строение современной акулы. Если мы посмотрим на форму её тела, то мы сразу догадаемся, что она идеально приспособлена для перемещения с огромной скоростью. Помимо формы тела, быстрому перемещению акулы способствует особое строение её костей. Дело в том, что у неё нет костного материала. Весь скелет состоит исключительно из хрящей. Казалось бы, какое в этом преимущество? Это же сплошной недостаток, ведь хрящи гораздо мягче костей. Но дело в том, что акуле не нужен такой жёсткий каркас. Зато хрящевая ткань способствует тому, что акула очень лёгкая и может стремительно перемещаться в пространство. Кроме того, для того, чтобы держаться на плаву, у большинства рыб имеется особый отросток кишечника, наполненный газами, так называемый плавательный пузырь. У акулы такого пузыря нет. Но зато у неё есть огромная печень, наполненная жиром. Действует не хуже плавательного пузыря. Ещё одна особенность строения, позволяющая акуле перемещаться очень быстро, это её особая плакоидная чешуя. На каждой чешуйке у акулы есть зубец, и особая конфигурация зубцов позволяет акуле разрезать воду и стремительно уноситься вперёд. Кроме того, благодаря особому строению чешуи акула может двигаться абсолютно бесшумно, и жертва может часами не догадываться о том, что акула кружится где-то рядом. И, конечно же, чешуя акулы это отличное средство защиты, ведь каждая чешуйка акулы по строению похожа на наш с вами зуб. И больше того, учёные полагают, что наши зубы сформировались как раз-таки из такой чешуи. Можно сказать, что у нас весь рот наполнен акулей чешуей. И, кроме того, чешуя акулы это отличное приспособление для того, чтобы приготовить васаби. Но не только органы перемещения, а акулы развиты идеально. У неё ещё и прекрасно развиты почти все органы чувств. Зрение акулы позволяет её видеть практически в полной темноте. Так же, как и у кошек, за сетчаткой у акулы есть особый отражательный слой топетум. Что получается? Лучи солнечные приходят в глаз, проходят сквозь сетчатку, попадают на топетум и возвращаются на сетчатку. Таким образом, она улавливает света в два раза больше, чем человеческий глаз. А боняние акулы развито настолько сильно, что она способна почувствовать одну чайную ложку крови в огромном бассейне воды. Вот слух у акулы подкачал, но зачем ей хороший слух? Ведь у акулы, как у любой рыбы, есть боковая линия, которая позволяет ей ощущать мельчайшие колебания воды. И ещё, у акулы есть орган, обеспечивающий особое седьмое чувство. Это так называемый ампулы лоренцини. Этот орган позволяет ощущать электрические поля, создаваемые живыми существами. Так что к акуле незамеченным не подкрадёшься. Единственная часть акулы, которая у неё развита недостаточно совершенно, это её органы дыхания. Вы знаете, что у большинства рыб имеются так называемые жаберные крышки, которые помогают ей омывать жабры. А у акулы лишь только жаберные щели. Получается, что для того, чтобы вода омывала жабры, акуле необходимо открыть рот и плыть вперёд, чтобы вода попадала в рот и выходила сквозь жаберные щели. Из-за этого акула всё время находится в движении. Вы когда-нибудь обращали внимание, что маленькие акулы, находящиеся в аквариуме, всё время плавают кругами? Это не потому, что им очень лениво и хочется всё время куда-то плыть, а потому что они иначе не смогут дышать. Возможно, что если мы схватим акулу за хвост, то она в скором времени задохнётся. Ну и конечно же, орган, который у акулы развит абсолютно совершенно, это её челюсти. Ну что же, давайте взглянем на них. Челюсти акулы имеют весьма своеобразное строение. Во-первых, она может двигать не только нижней, но ещё и верхней челюстью. Благодаря этому акула способна откусывать кусок, значительно превышающий размер её пасти. Также, если мы внимательно посмотрим на строение челюстей, то мы заметим, что зубов там слишком много. Зачем ей такая обойма из зубов? Неужели она всеми им и пользуется? Ну конечно же, не сразу. Использует она лишь самый крайний ряд зубов, остальные находятся в запасе. И постепенно зубы как конвейер выезжают вперёд, сменяя уже обломавшиеся или стесавшиеся. Таким образом, челюсти акул всегда заполнены острейшими зубами. Ну а к стоматологу акуле никогда не понадобится идти. Зубы акул также весьма различны и разнообразны. Некоторые похожи на иглы. Такие зубы у акул, предпочитающих рыбу. У тех, кто любит добычу покрупнее, зубы напоминают ножи. А у моллюсков ядов зубы, как правило, плоские. Хотя бы исходя из зубов, мы можем сразу догадаться, что акулы предпочитают очень разную добычу. И здесь как раз стоит вспомнить о мифе о кровожадности акул. Далеко не все акулы способны съесть человека. На самом деле на людей нападает всего 4-5 видов акул. И больше того, даже эти виды человека есть не любят. Скажу вам по секрету, на самом деле за год человек съедает акульевое мясо значительно больше, чем акула человеческого. Ну а зубы акул имеют особое значение для палеонтологов. Дело в том, что, как мы помним, скелет акулы состоит из хрящей. И поэтому чаще всего палеонтологам от древних акул достаются именно зубы. И как же не поговорить о зубах, находясь в Дарвиновском музее? Ведь у нас хранится одна из самых крупных в мире коллекций ископаемых акульевых зубов. Давайте попытаемся одним глазком взглянуть на эту коллекцию. Вот мы с вами и оказались около хранилища палеонтологии Дарвиновского музея. Здесь находится более 100 тысяч экспонатов. И большая часть из них это зубы ископаемых акул. Давайте на них посмотрим. В нашем музее хранится уникальная коллекция, насчитывающая более 100 тысяч зубов ископаемых акул. Она была подарена Леонидом Семеновичем Гликманом, известным палевых теологом. Давайте на нее посмотрим. Как видите, все экспонаты музея хранятся в особых лотках. А вот как у нас хранятся ископаемые зубы. Они находятся в особых коробках. Внутри коробки находится множество ячеек и в каждой ячеечке свой зуб, имеющий свою этикетку и свое описание. Как вы понимаете, обработать такую огромную коллекцию это непосильный труд. Поэтому, чтобы справиться с этой задачей, в музее существует особый человек. Его зовут Евгения Михайловна Байкина и она хранит коллекцию зубов ископаемых акул. Ну что же, теперь, когда мы ознакомились с уникальной коллекцией Дарвиновского музея, пора отправиться в прошлое и посмотреть, как же выглядели сами древние акулы. Что же, кажется, настало время снова отправиться в прошлое и посмотреть на древних акул. Когда же появилась самая первая акула? Скорее всего, случилось это примерно 450 млн лет назад. Впрочем, судить об этом достаточно сложно, так как от самых древних акул мы находим лишь отдельные чешуйки. Но 400 млн лет назад акула уже жила абсолютно точно. Долгое время учёные полагали, что акулы очень примитивные создания. Однако, недавно найденная в Австралии акула Гогоселяхус перевернуло наше представление об этих животных. Дело в том, что учёные опирались на то, что скелет акулы состоит из хрящей, из более древней ткани. Но в сохранившемся скелете Гогоселяхуса обнаружили маленькие клетки остеокласты, которые формировали кость. Получается, что у предков акул кость была, а потом акулы её потеряли и обзавелись скелетом из хряща. То есть акулы не примитивны, а наоборот идеально приспособлены. Как же выглядели древние акулы? Давайте посмотрим на одну из самых древних, акулу клада Селяхуса. Как мы видим, действительно она очень похожа на современных. Впрочем, плавники у неё действительно имеют очень странное и необычное строение. Но другие акулы, такие как ксеноканты, выглядели действительно весьма загадочно. Мало того, что всю их спину украшал длинный плавник, каждый из её грудных плавников похож на кисть, так ещё и у ксенокантов известны самые разные шипы, о предназначении которых нам остаётся лишь догадываться. Среди этих акул были некоторые и очень странные формы. Скажем, известна акула, у которой вместо спинного плавника была целая подкова. Её в шутку прозвали акулогладильная доска. Но постепенно акулы всё больше и больше походили на современных. Предком всех современных акул можно назвать своеобразных рыб по имени гибодонты. Впрочем, для неспециалиста гибодонты вполне выглядят так же, как и современные акулы. Но а уже акулы, очень похожие на нынешних, у которых появилась уникальная способность двигать верхние челюсти для захвата добычи, появились примерно 150 млн лет назад, во время юрского периода. С тех пор акулы принципиально уже не изменялись. Но среди них были самые разные создания и в том числе самая большая акула за всю историю нашей планеты. Я говорю о хищнике по имени мегалодон. Надо с ним познакомиться поближе. Итак, что же нам известно о самой большой акуле за всю историю нашей планеты? Нам известно, что появился он, скорее всего, около 10 млн лет назад, может быть, чуть-чуть пораньше. Нам известно, что он действительно достигал впечатляющих размеров. По некоторым оценкам длина его могла достигать 11 м, по другим 15 м, а по самым смелым теориям 20 м. Если сравнить с самой крупной современной большой белой акулой, которая достигает длины всего лишь 5 м, мы понимаем, насколько был крупным и свирепым мегалодон. По всей видимости, если бы это животное распахнуло свою пасть, оно могло бы поглотить меня целиком и даже не заметить. Но вы только взгляните на зубы этого животного, мы видим, что это действительно опаснейший инструмент для убийства. Помимо ножевидной формы, мы видим, что край этого зуба зазубрен, а это говорит нам о том, что он мог разрезать свою добычу. Почему мы лишь предполагаем размеры мегалодона? Дело в том, что так же, как и с многими другими акулами, мы не находили ни одного скелета мегалодона. Единственное, что нам известно, это зубы. Кого ели мегалодоны? Скорее всего, китов. Какая ещё достойная добыча могла бы быть для такой крупной рыбы? Скорее всего, вымерли эти животные примерно 2,5 млн лет назад. А почему? Если они так идеально приспособлены. Но для больших животных всегда есть одна большая беда. Им нужно много пищи. И если китов им стало не хватать, то это в очень скором времени могло привести к полному вымиранию этих огромных хищников. Но с другой стороны, влияние здесь было двоякое. Как только исчезли мегалодоны, киты смогли расти более крупных размеров. И именно благодаря этому за последние 2 млн лет появились такие гиганты, как большой синий кит. Иногда о мегалодонах мы можем узнать из весьма неожиданных источников. Скажем, из легенд. Некоторые зубы акул, в том числе зубы мегалодона, считали отличным амулетом, защищающим от яда змеи. А недавно учёные установили, что чудовище ацтеков по имени сипактли, возможно, появилось из-за находок мегалодонов. Дело в том, что сипактли, которая выглядит как полурыба-полукрокодил, всегда на изображениях нёс маленькие треугольные элементы по контуру, очень напоминающие зубы мегалодона. Мало ли, в конце концов, что чего напоминает. Но учёные недавно в храме обнаружили именно эти зубы как подношение богам ацтеков. И это доказывает, что, скорее всего, изображение сипактли могло зародиться именно из-за подобных находок. В общем-то, в палеонтологии это не единственный случай, когда находки древних организмов вызывали формирование самых удивительных легенд. Наша сегодняшняя история подходит к концу. В следующий раз вы узнаете о прекрасных морских коньках, об утеревительных морских иглах и других загадочных рыбах. До скорых встреч и не забывайте подписываться! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok